Всем привет! Сейчас у нас как раз скоро наступит Новый год. Купили как раз к этому случаю вот такую вот гирлянду, то есть вот она крышка. Купили в магазине ОК. Но я думаю, что они во многих продаются, в принципе, на все магазины одинаковые. Вообще почти никакой разницы нет ни в товарах, ни вообще практически ни в чем. Сколько она стоила? В общем, она стоила 250 рублей по распродажу. Но она, кстати, очень дешевая, на мой взгляд, выглядит она вот так. То есть она... Ну, гарантия написана у нее год, но не знаю, я в ОК еще ничего не сдавал. Но зато в ленту, когда, допустим, покупаешь какие-то товары, сдаешь, то они нормально принимают. Там, допустим, светодиодную лампочку, ну вообще им без проблем сдать там... Ну, у них обычно год гарантии, ну если берете, которые там с года, наверное, на две недели, то нормально можно сдать, они вообще без никаких претензий даже через 8-9 месяцев забирают меня на новую. Ну, либо могут деньги вернуть. Ну, с ОК еще не знаю, ничего такого не делал, но вот хотелось бы, конечно, проверить. Но, ОК, далеко, и покупать там что-то редко. В общем, ну, смотрите, сама гирлянда, она светодиодная. Ну, вот эта плюшка, она из светодиодов. Но электричество потребляет она довольно-таки очень мало. Всего 4 Вт. То есть, ну, смотрите, всего фига 4 Вт. Нифига себе. Потребляемая мощность 4 Вт, да. Шикарно. Ну, мне сложно будет, конечно, включить, показать, как она работает. Но я попробую, наверное. Не знаю, короче, как это сделано. В общем, 250. Ну, так, 500 рублей стоило, а проспродажа, 250. Ну, сразу видно, что она каким-то пластиком таким задела на провода. То есть, не знаю, чем-то залиты они таким. Я не знал, что это вот здесь даже вот эти кусочки. Кусочки вот этого пластика везде. Ну, вот такие волосы, я не знаю, видно вам, не видно. Такие волосы болтаются. Вот они, все гирлянды. Так. По длине она сколько, 3,3 метра написано вот такой бабочке. Кстати, ну, блин, в других магазинах намного дороже гирлянды стоит. Ну, производитель Китай, как обычно. Так, а срок производства когда? Ну, в общем, когда произведено, непонятно. В общем, когда произведено, я тоже непонятно. Так, давайте коробочку поставим, 3,3 метра. Сейчас я попробую включить. Подождите, может, дотянется до сюда. Так, ну вот, я ее не включил. Ну, она такая, ну, не очень длинная, но вот так вот, короче, светится. Я думаю, что там режимы можно поменять. Ну, смотрите, вот такие эти, ну, забавные шарики. Ну, за 250 рублей это такие шарики гирлянды шикарные. Мне кажется, мне просто-просто офигенные гирлянды, кажется. Ну, я хочу из нее сделать, ну, точнее, мы хотели сделать из нее, что-то типа елочки, какое-то украшение. Ну, либо потом повесим на елку. Ну, что я вообще могу сказать, ну, от данной гирлянды, не знаю. Санит, не знаю, короче. Ну, вот такая коробочка. Я бы все-таки советовал такую брать, потому что, на ощупь, она кажется, ну, реально надежной. Ну, вот такая. Ну, какая, честно говоря, хорошая. Ну, столько прослужит, не знаю. Ну, написано, что год гарантии, но если год гарантии, то еще верну обратно в магазин. Поэтому сейчас надо ее нещадно поэксплодировать, проверить, что она из себя вообще представляет. Так, сейчас отключу. А, ну, еще есть минусы. Ну, так как это Китай, а Китай, это, в принципе, как и Россия, ну, там тоже обычно все граждане обманывают друг друга. Ну, какие-то китайцы, в принципе, на русских очень похожи. Что тоже врут и обманывают. Вот, и 3,3 метра, вот этот вот аппендикс, вот он, вот этот провод включен вот в эти 3,3 метра. Есть такой регулятор. На русском, кстати, прикольно. Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, задухающий, мельцающий, постоянный. Ну, вот, даже можно включить на постоянный режим, чтобы постоянно светило. Ну, это этот, трансформатор с выпрямителем, наверное, да, потому что светодиодная дюкер работает. Постоянно вот только перемену, как раз, там светодиодный мост. Ну, такая, короче, глиляндачка. Ну, покупать, честно говоря, советую. Мне понравилась она. Сейчас, ну, попробую снять, тоже взгляд, какое-то украшение. В общем, шарли светодиодные, санта, санита, вот, не знаю, как это переводится на буржуйский, с буржуйского. Ну, я просто буржуйский плохо знаю. В общем, так, спасибо вам за просмотр, подпишитесь на канал. Расскажу еще про много чего интересного. Поставьте палец вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok